Микс Ньюз Утро на Болткоме Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Продолжается утро на Болткоме. Артём Липин, Абекылкин в студии. Евгений Копейн, наш звукорежиссёр. И, как было анонсировано, во втором части у нас в студии председатель партии «Альтернатива» Валерий Петров. Здравствуйте! Здравствуйте! Доброе утро, уважаемые слушатели! Напоминаем, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9 Ну и телефоны WhatsApp 230-6191 Ну, как мы и говорили Начнём, наверное, с самого актуального Что буквально произошло На этих выходных и происходят Эти все дырки, которые появляются у нас Провалы Сплошные провалы В дорогах Самая последняя это была Машина ехала, ехала и приехала Нырнула Это хорошо, что она Ну, просто ещё провалилась А ведь Если бы прорвало трубы горячей воды Подачи, которая идёт Ну, надеюсь То машина могла упасть в кипяток Вместе с водителем Вместе с водителем, да Ну, не в кипяток, но в 65 градусов Которая, в принципе, это очень горячая вода В принципе, ситуация Крайне драматическая Да, как бы вы всё это прокомментировали Потому что, ну, если бы раньше была Рижская дума, понятно, кто был бы виноват По крайней мере Сейчас вообще временная администрация Что вообще Кто за всё это отвечает И как это вообще произошло Как вам кажется Это крайне запущенная болезнь Можно назвать так Потому что на протяжении многих лет Должным образом инфраструктура города Не обслуживалась как надо И это даже Не будем говорить о последних 10 лет Начиная с 90-х годов То есть, у нас в очень плохом состоянии Канализация в городе У нас в плохом состоянии Водопроводная система У нас в плохом состоянии дороги Соответственно, всё за собой По цепочке тянет одно за другим Соответственно, если плохая канализация То, когда у нас меняется климат И начинают лить такие дожди Которые раньше так не лили Когда за один день выпадает Месячная норма осадков Соответственно, канализация не справляет Вода начинает искать другие пути Как уйти Она подмывает, а Рига стоит на песке. Другая проблема, что тот же асфальт, который надо своевременно обслуживать, на это не выделялись деньги, он не обслуживался. Когда мы покупаем автомобиль, мы на нём ездим, мы знаем, что раз в 10 тысяч надо в нём менять масло. С асфальтом то же самое. Раз в несколько лет ему надо снимать верхний слой, класть новый, и тогда эта дорога, в неё не надо будет потом вкладывать капитальный ремонт. То есть, если это не делать, то рано или поздно мы получим большие проблемы. Я пример с машиной приведу, что если едет на машине, и у неё, ты не меняешь масло, у неё начал стучать один рычаг, и ты не обращаешься на это внимания, потому что она ещё едет, то рано или поздно эта машина просто в один момент остановится, и надо будет вкладывать в неё огромное количество средств, плюс эта машина не будет ездить, пока ты её ремонтируешь. А почему не вкладывались деньги в дороги, в инфраструктуру? Я очень сомневаюсь, что это вдруг стало. Наверное, какие-то проблемы. Вы знаете, почему-то всегда у всех совершенно другие приоритеты. То есть, где всё попроще, где можно построить что-нибудь, как у нас любят сразу. Строим там концертный зал, строим эстраду. А такие, на самом деле, важные хозяйственные вопросы всегда обходятся стороной. И здесь вопрос и к государству, потому что все мы платим акцизный налог, платим налог на топливо, а все эти деньги потом просто падают в общую казну. И уже депутаты начинают сами думать, как мы эти деньги распределим. Я думаю, логично, если ты платишь дорожный налог, и ты платишь акцизный налог на топливо, то эти деньги должны идти именно направленно на ремонт дорог. Плюс от государства на... Здесь уже были политические моменты, когда власть в Турешской думе поменялась, началась война, и потихоньку государство пыталось сделать все, чтобы задушить Ригу. То есть обрезать финансирование там, обрезать финансирование там, чтобы возникло много проблем. То есть это была целенаправленная политика, да? Да, целенаправленная политика. Конечно, последние 10 лет, скажем так, со стороны государства в отношении Риги была направленная политика, когда Ригу надо было зажимать, чтобы можно было сменить власть. Потому что если в Риге все будет хорошо, и все жители будут довольны руководством города, то как поменять власть? То есть у нас... Потому что очевидно, в Риге плохие дороги, у нас проблемы с мостами, мы прекрасно видим и так далее, это потому что… Не только, есть еще много таких вопросов, как кумовство, коррупция, все это вместе складывает такую картину. Вот еще говоря о Риге, возвращаясь к тому, что вы сказали, где попытка поменять власть, это по существу ударяли не столько или не только Парижской думе, но и парижанам, которые вроде бы не виноваты, то ли им мстили за неправильное голосование, то ли просто действительно, чтобы поменять власть и все средства хорошие, да? Они у нас просто в правительстве в основном сидят социопаты, когда можно помочь людям, они этого не делают. Вот хороший пример с медиками, то есть до коронавируса медики выходили, бастовали, говорят, дайте нам денег. В законе ведь даже написано. Да, да, все пообещали и денег не дают, а деньги есть. Потом проходит какое-то время, говорят, о, мы тут освободили, у нас полмиллиарда нашлось. То есть они абсолютно не думают никогда о людях, они думают только о том, чтобы где-то можно было сэкономить деньги и направить опять на строительство, еще куда-то, где эти деньги можно распределить среди своих знакомых, предпринимателей и так далее. Но о простом народе не думать вообще все отказываются. И альтернатива, я потому что, ну, готовясь к интервью, читал бы многие посты, и там очень много критики, действительно, не только рижской предыдущей, нынешней власти, но и государственной политики. Альтернатива метят в САИМ, когда будут следующие выборы? Конечно, конечно, мы стартуем и на эти выборы в самоуправление, которые будут 29 числа, 29 августа, потом на очередные выборы в другие самоуправления, потом в САИМ и также в Европарламент. То есть, ну, мы сейчас только на самом старте, но дорога будет долгой, сложной, но мы к этому готовы. Тоже не могу не спросить, вы видели последние рейтинги, понятно, что они там очень условные, но вы видели их? Да, да, конечно, видел, и я вам скажу, что ничего там нету в этом ужасного. Мы абсолютно не начали ещё свою придуманную кампанию. Многие люди даже не знают, что те четверо депутатов, которые в Рижской Думе остановили мусорную реформу, которые не допустили многие процессы в Рижской Думе… Какие? Ну, мусорная реформа… Да, ну, например, мы выступали против реновации «Променада» возле центрального рынка, не потому, что мы против этой реновации, а потому, что, опять-таки, там было непонятно, куда и как будут потрачены эти деньги. И сумма начиналась с 24 миллионов, а могла вырасти до 50, но даже определённых исследований, что там на самом деле, не было сделано. По поводу, кстати, мусорной реформы, но ведь в итоге вот сейчас временная администрация, она заключила тот же самый договор, по сути. Не тот же самый договор, там цена, если в тот момент до 24 евро закупа могла достигать, сейчас вроде 14, всё-таки разница огромная, и это наша заслуга, на самом деле. В целом, как вы оцениваете работу временной администрации? Потому что понятно, что планировалось, что они там всего два месяца просидят, но случилось то, что случилось, и сейчас уже полгода. Всё начинает происходить, как на самом деле происходит в правительстве. Денежки сэкономим, отложим в резервный фонд, а потом отправим куда-нибудь на строительство, ещё на что-нибудь, например, праздник Лига у нас. В этом году, за последние годы, единственный год, когда не будет праздника Лига в городе, соответственно, там порядка 400 тысяч должно было освободиться. Ну, какие-то мероприятия будут, просто не будет такого массового правительства. Ну, что-то там будет. Да, но ведь эти деньги можно направить, опять многие пострадали от последствий коронавируса. Кто-то потерял работу, многие люди сейчас не могут заплатить по счетам за коммунальные услуги, за квартиры. То есть, уже люди обращаются, многие там накопились деньги, им уже приходят письма, предупреждения, что на них подадут в суд. О людях никто опять не думает. Они думают о том, что мы будем бороться с последствиями коронавируса, там что-нибудь построим, там что-нибудь сделают, там купим маски в три раза дороже. То есть, очень такая пугающая тенденция. Ну, то есть, если я там одним словом, временная администрация Риги работает плохо, по вашему мнению? Плохо, конечно, там люди, которые не имеют опыта в этой работе, они пришли, как раз они должны были просто два месяца как администраторы посмотреть за это и дальше уже эти процессы передать. Соответственно... Ну, получается, шесть месяцев вместо двух. Да, там же пошла также политическая борьба, там полуирижской Думы взяла больничные, именно простых сотрудников, которые работают, потому что начались какие-то притеснения, дают задания, там что-то не выполняется, соответственно, люди. И работа стоит, многие жалуются, что документы отдаются на подписи и по несколько недель не возвращаются обратно. И везде все это потихонечку приводит к тому, что опять у нас будут проваливаться дороги, у нас будет где-то некошеная трава. Как вы отнеслись к увольнению господина Радевича? Сменилась власть, да, и, соответственно, власть сразу начинает выкашивать представителей предыдущей власти и ставит туда своих людей. Ну, это... Ну, если мы там предположим ситуацию, что вы прошли в Рижскую Думу и там, не знаю, получили больше словосово наговоря, ваше, в общем, желание вернуть обратно господина Радевича, как администратора, или уже ладно... Не как администратора, а как исполнительного директора. Исполнительного директора, да, пардон. Знаете, я думаю, надо уже абсолютно все обновлять. Все старые люди на самом деле тоже засиделись у нас. Правительство, государство, меняются вывески, меняются названия партий, а за всеми этими партиями стоят одни и те же люди. Ну, то есть это надо... И это же дело в личные знакомства, как я сказал, кумовство. Когда один человек знает другого, этот знает этого бизнесмена, этот знает этого бизнесмена. Один помог там тут, другой помог тут. И ситуацию не изменить, если полностью не придет новые молодые политики, которые не связаны с предыдущей всей этой, как сказать, мафией. Ну, тогда я, на самом деле, честно говоря, не собирался об этом говорить. Но раз уж вы говорили, что нужны новые политики, новые имена, объединение с господином Мирским. Это... Это абсолютно не объединение с господином Мирским. Была такая ситуация, что выборы в Рижскую Думу могли состояться в феврале. Да. Мы четверо независимых депутатов в Рижской Думе, у нас есть опыт, мы собирались также идти на выборы, но просто физически невозможно за это время создать новую партию. Да, Александра знали давно, он говорит, ну, ребята, пользуйтесь. Пожалуйста, у вас есть порядка 300 человек, которые могут создать партию, так пусть эти люди вступают в партию. Уже в ряды действующей партии, да? Конечно, конечно, плюс мне самому очень нравится название партии, альтернатива – это бренд. И очень хорошее название, потому что на самом деле Риге и Латвии нужна альтернатива. Но господин Мирский, он будет участвовать в выборах? Этот вопрос мы еще будем обсуждать, мы в конце этой недели... Может быть, не в Ригу, а в Европарламент. Собираемся в управление партии, и эти вопросы там все будем обсуждать. Давайте примем звонки, одевайте, пожалуйста, наушники. 6212-939, телефон прямого эфира. Да, вот есть у нас звонок. Доброе утро, пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. Да, пожалуйста. Ну, первая вещь положительная. Всегда приятно слышать, когда приходит новый импульс, вот альтернативный импульс, если вам, может быть, ближе будет звучать. Действительно, когда люди хотят изменить все. Но вот вы знаете, я родился, вырос и живу, у меня уже 35 лет, живу в Риге и, в принципе, уже способен прагматично анализировать все, что здесь происходит. И у меня к вам два простых, коротких вопроса к кандидату на то, чтобы что-то поменять, дать альтернативу. Вопрос первый. Ответьте, пожалуйста, максимально корректно, дипломатично, но честно. Вопрос первый. Как вы оцениваете продукт Тримды, который с 91-го года, вернувшись из-за океана, творит здесь, в принципе, все? Вот то, что мы сейчас видим, все, что вы перечислили, в том числе, это продукт Тримды. Потому что хозяйники ли здесь они? А вопрос второй. Ваши конкретные действия относительно кумовства системного в латвийской власти, потому что все, начиная от дележки медицинских денег и заканчивая стройками, закупками, исключительно поделено между кланами. Мы уже не сильно отличаемся от итальянского, когда-то известного фильма «Спрут». Большое спасибо, хорошего дня, удачи на выборах. Спасибо. Ну, вот такие два вопроса. На первый вопрос мне будет тяжело ответить, я просто соглашусь, что на самом деле государством правит определенная группа лиц, которая несменяемая начинает с 90-х годов. Ну, например, давайте назовем. Давайте Марис Мартинсон, бизнесмен, например, который массовыми количествами выигрывает конкурсы в риск. Случайное совпадение. Случайное совпадение, да. Конечно, все как происходит. На самом деле, зажимает. Условия конкурса должны быть такие, что должны быть миллионные обороты. Компания, которая не имеет даже своих сотрудников, но имея оборот, может выиграть, а потом она набирает субподрядчиков. Они уже выполняют все работы. Они выполняют все работы, да. А на самом деле, я общаюсь, я сам с московского форштата, у меня там одни друзья электрики, другие строители. Они делают всю эту работу. И по большому счету потом там ничего не видят. Они работают, их зачастую кидают, им не платят. А все это седает просто в крупной компании, у которой есть оборот за счет опять маленьких строителей. И они могут квалифицироваться на этот конкурс. Да. То есть, все-таки… Простая схема, да. Ну, как бы, да. Но когда они за годы наработали эти огромные объемы, то они уже туда просто никого не пускают. Это мы можем сравнить с Римом, Максимом, тоже, когда появляются гиганты на рынке, то маленьким выжить практически невозможно. Ну, из-за этого вытекает второй вопрос у нас слушателей. Что делать конкретно? Потому что, ну, ладно, мы видим проблему, как ее решить и как не превратиться в дракона. Сейчас как раз-таки и надо менять всю эту систему. Систему закупок, систему объявления тендеров. И надо менять на что? Как вы предлагаете? Смотрите, давайте даже посмотрим про качество дорог, например. Всегда тендер звучит так – самая дешевая цена. Ну, разве возможно за самую дешевую цену что-то сделать? Я сам работал в строительной компании, которая строит дороги, и прекрасно известно, что придется экономить либо на битумной эмульсии, либо там на качестве щебенки, либо еще на чем-то. То есть, здесь надо брать по качеству, кто может предложить по определенным критериям хорошую цену, но изначально заложить хорошие стандарты этой дороги. Но разве проблема не в том, что вот мы заложим стандарты и так далее в критерии, и победит все равно тот же самый человек, просто немножко свой план перепислировать. Здесь во многих местах можно на самом деле разделить эти моменты. большая компания выполняет функцию прораба по распределению. Муниципалитет может взять на себя эту ответственность. Если мы что-то делаем, давайте мы отдельно закажем эту работу, отдельно закажем эту, отдельно закажем эту. Поэтапно. Там же понятно, по каким этапам должно все это происходить. И все, и тогда маленькие компании смогут предлагать свои цены и расти. То есть, деньги будут поступать не двум людям, семьям, они будут распределяться именно к людям, которые готовы работать, к молодым бизнесменам, которые хотят развиваться. Еще у нас есть один телефонный звонок, давайте мы его примем. Доброе утро, слушаю вас, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, да. Приятно вас, что вы пригласили компетентных профессиональных людей. Вы знаете, прошлый вопрос. Вот еще никто не понял, в центре Риги будут разрушать здание. Там посольство Финляндии поднимать бучу, потому что вот эти, я когда троих вот этих увидел, не хочу, я сказал бы на букву «Д». Вот этих троих конкретные националисты. Ну, я понимаю, они хотят разрушить все, что при ЦК, там, я сам не навел коммунистов, но здесь творить вот это безобразие, и когда вот столько мест, вот я отыграл в футбол, в хоккей, боксом занимался, зазвунул от и играл в футбол. И вы понимаете, на Крышинбарона, это некое было хоккейное, музыкальное, там микрофон, для националистов напомните, что там микрофон проходил, которые там латышские песни, русских там не пели. Вот они, вот это место как раз, где наморено, или там, здесь что-то надо делать. Ребята, вставайте с забором, чтобы здесь, в центре города… Спасибо, Владимир, мы вас прижимаем. Вопрос понятия. Спасибо большое. По поводу концертного зала, да, Дом Политпросвета. Опять-таки, как я говорю, важно строительство, и чем это строительство будет дороже, тем выгоднее. Ведь можно найти место, где, ну, свободные земельные участки, где все это можно построить. Но здесь же еще можно и снести, потратить как минимум 3 миллиона только на демонтаж. И тихий центр больше не будет тихий центром. Да, и всегда удобна вывеска национализма, какой-либо проблемы, всегда можно сказать, это потому что мы хотим снести, потому что это связано с СССР. Советским площадью. Ну, насколько слышно сейчас, на самом деле, правительство не едино по этому вопросу, потому что господин Каренович, господин Пунктелес, они очень хотят снести и построить. Многие высказываются против. Я так скажу, и господин Павлюц, и госпожа Винкелл, на самом деле, у нас только что… Здесь самое главное как раз общественное мнение, потому что общественное мнение и волнение, они все-таки, я эти процессы наблюдал, они, особенно перед выборами, они могут изменить решение правительством. Но с Велатраком Марс же не поменяли пока? Пока нет, да. Думаю, поменяют? Тут не могу ответить, мы увидим, увидим по факту, но до конца непонятно, зачем в самом центре службы государственной безопасности строить здание, которое со всех сторон просматривается. А по поводу концертного зала, где бы вы его поставили? Ну, если там, понятно, цитрик и центр, мы не хотим сносить. То есть, у нас, получается, какие условия у этого зала? Да, достаточно большое здание, желательно, чтобы оно было, ну, если не в центре, то недалеко от него, чтобы можно было удобно всем добраться, всем жителям Риги. Ну, вот, собственно, вот эти два основных условия есть. Вы знаете, территория той же Андры и Салы, насколько я понимаю, там еще были частные инвесторы, которые были готовы этой землей и Сирии поделиться, чтобы государство могло что-то построить. Но если рассматривать в таком контексте, то, наверное, лучше уже там, чем сносить огромное здание, памятник архитектуры, назовем это так, и все-таки связанный с историей. Просто брать все и сносить, потому что это наше прошлое, ну, не надо. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Еще один звонок, но мы успеем принять. Наверное, до перерыва еще успеем. Да, мы еще перерывчик будем. Небольшой, да, пару минут. Доброе утро, слушаем вас. Два вопроса у меня, да? Да, пожалуйста. Два. Почему мы не можем жить как финны? Я знаю в одногодную, как они живут, как они работают. Понимаете конкретно, как они дороги строят и так далее, и так далее. Дома для людей, да? И второй вопрос, не связана ли это в Латвии, вот эта вся разруха и кошмары, да, то, что латышский национализм направлен на месть русским? У меня есть такое подозрение, да? Спасибо. Месть. Ну, мне первый вопрос нравится. Почему мы не живем как финны? Ну, потому что мы не финны. Финны абсолютно другие люди. Я езжу в Финляндию, иногда на рыбалку, общаюсь с ними, это совершенно другие люди с совершенно другим менталитетом. И многие вещи, которые нам нравятся из того, как они живут в плане качества дорог, другие вещи могут не понравиться нашим избирателям, как они лояльно там относятся к однополым бракам и так далее. То есть там совершенно другое общество во всех сферах. Совершенно другое. Почему? Кажется, что так не рядом. У финнов, например, стукачество – это абсолютно нормальный процесс. То есть если человек видит, что его сосед приехал на дорогой машине, он звонит в службу госдоходов и спрашивает, знаете, вот у меня сосед, он сейчас приехал на такой тут машине, а сколько он получает? Они говорят ему, ну, если ли 700 евро. Он говорит, ну, он же не может приехать на новом Мерседесе, получает 700 евро. И служба госдоходов говорит, спасибо, что сообщили, мы проверим эту информацию. Служба госдоходов сообщает любому человеку, сколько зарабатывает любой другой человек в Финляндии. То есть я могу приехать в Финляндию, позвонить и спросить, вот этот человек сколько… Вот так мне рассказывали местные жители, что у них так работают. Это звучит как нарушение прав личности немножко. Ну, вот видите, вот я и говорю, что у них совершенно другой менталитет и что многие вещи нам хотелось бы жить так, как они живут. Это, кстати, можно параллели провести с Соединенными Штатами. Там примерно такая же ситуация. Там, правда, не сообщает, сколько человек работает, но сколько зарабатывает. Но, например, это стандартный вариант. Вот пришел твой коллега на 5 минут позже на работу. Ну, может быть, первый раз не позвонят, а второй звонят работник коллегы непосредственно начальнику и говорит, что, ну, вы знаете, вот мой коллега уже дважды за последнее время опоздал на работу. И это считается вот как бы не стукачество, а, говорит, а зачем ты это сделал? Так говорят наши люди, которые не понимают менталитет, они говорят, как? Я помогаю человеку осознать ошибки и справиться. Вот так это воспринимается. Будет ли вот наше общество к этому готово? Я не очень. Ну, совершенно да. Я же говорю, совершенно все по-другому. Ну, и второй вопрос, раз уж он был, чтобы успеть до перерыва. О национализме. Да, да. И мести. Чувствуете ли вы, как вы, ну, я так бы полагаю, что вы представители русской национальности, чувствуете ли вы вот эту месть? У меня много друзей латышей, и, ну, таких моментов не чувствую, но я просто вижу, что это инструмент управления государством. Это же старо как мир, раздели и властвуй. И с этого все и начинается. То есть надо максимально создать это. Может быть, из-за этого и придется специально во многих вопросах притеснить, где-то сделать. Но все это идет не потому, что люди, на самом деле, там, ну, есть, конечно, просто отмороженные националисты, но их крайне малые проценты. А остальное это просто политики, которые, как бизнесмены, рассчитывают, как получить свой электорат, как создать какое-либо волнение, чтобы на этом фоне получить дивиденды. Они чувствуют, что это конек хороший. Конечно, этот конек с 90-го года работает. Работает, да. И, похоже, он будет работать еще дальше. Вот вы говорите, получить электорат, но при этом вы только что сказали, что много знакомых латышей не чувствуете со стороны. У меня много знакомых латышей тоже. Я учился, когда в Латвийском университете, у меня все однокурсники были латышей, практически все преподаватели. Но ни разу я от людей, ну, лично, не встречал этого отношения. Откуда берется этот электорат? Есть ли он вообще? Он звучит как такой... Знаете, если мы посмотрим национальное объединение, они получают не более обычных, там, 10-12 процентов. Это вот их стабильный электорат. Но все равно, когда общество ведет такие разговоры и везде там, ну, там, что-то русское – это плохо, то плохо, то люди где-то на подсознании, они не считают, что мы плохи либо еще что-то, но все равно они идут ставить плюсы каким-то другим латышским партиям, не русским, потому что среда обитания определяет человека, и вот это вот все информационное поле подвигает их к этому, что он скажет, его спросят, а за кого ты проголосовал? Он скажет, ну, я там, если за альтернативу не скажет, как? Ну, у нас же есть, ладно, ты мог за националов не голосовать, но он мог там за другую какую-нибудь партию латышскую проголосовать. И вот люди за счет... Это общественное мнение. Общественное мнение, оно очень сильно давит на людей и формирует их выбор. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после чего вернемся, не переключайтесь. Продолжается утро на Болткоме. Артем Липин, Абекалкин в студии. У нас в гостях председатель партии «Альтернатива» Валерий Петров. Ну, мы тут в перерыве немножко поговорили, и мне, на самом деле, так стало интересно. Насколько я понимаю, партия «Альтернатива» себя позиционирует как, ну, хозяйственники. То есть, там, исходя из текстов, которые пишутся, что мы приходим, чтобы Ригу, не знаю, починить, условно говоря. А с точки зрения политики, учитывая, что вы говорите сами, что и в Сейм пойдете, и в Европарламент, с политической точки зрения, партия «Альтернатива», она что? Центристы. Центристы. Центристы, да. То есть, вы считаете, что вот этой ниши как раз вот не вас… Да, понимаете, в наше время все очень быстро меняется, и надо быть гибким. Самое главное, чтобы мы могли на самом деле позаботиться о жителях и… ну, вот националисты. У них лозунги национальные, но на самом деле они не думают о жителях. Если надо иногда чем-то пожертвовать ради благосостояния народа, то можно будет чем-то и пожертвовать. Понимаете, в чем вопрос? Вопрос-то в том, что каждый человек понимает благосостояние народа и свое личное благосостояние по-разному. И, ну, даже не знаю, вот пример, который вы там недавно привели с винами, буквально пару минут назад. Если, скажем, я поддерживаю однополые браки, при этом мы знаем, что огромное количество людей не просто против них, а видят в этом угрозу своему укладу жизни. И не очень понятно, если работать на благо народа, так все-таки что занимать? Знаете, самое главное, о чем думать надо, это именно о благосостоянии народа, чтобы у него росли доходы. Потому что все, что у нас происходит сейчас, проблемы, что у нас с жилищным фондом, но он тоже в плачевном состоянии. И жители с доходами, которые у них имеются, они просто не в состоянии даже просто потянуть капитальный ремонт, там, 12-этажки, 5-этажки. Здесь, ну, либо надо, чтобы люди начали... Что с большим проблемой, с учетом жилого фонда вообще? Конечно, конечно. А ремонт, сейчас строители на вес злота хорошие. Люди дома, в квартире не могут ремонт сделать. А что тут говорить о том, что им за свои средства надо утеплить дом, поменять все стояки, там, разводку горячей, холодной воды, канализацию, залезть в теплоузел его там оборудовать. Ну, это просто неподъемная ноша. И когда люди видят эти счета, если мы с вами с Европой, многие могут сказать, но они не такие там большие. Ну, и доходы у населения не такие высокие. Поэтому и проблема. Если бы люди зарабатывали в среднем, там, ну, по 2 тысячи, по 2,5 тысячи евро, то я думаю, они бы по 100 евро в месяц легко бы откладывали на ремонт дома, на его реновацию. Хорошо. А с экономической точки зрения? Потому что центристы, я так понимаю, вы с экономической точки зрения. Конечно. Ну, как это выражается в том плане, что как много, по вашей точке зрения, должно контролировать государство в экономике? Государство должно создать такую среду, где бизнесу, индивидуальным коммерсантам будет удобно и хорошо работать. Это главное. То есть, само государство в некоторых моментах, оно может выступать таким, как, знаете, как бу-вуз-раукс, который смотрит за тем, как происходит, но все основные работы должны выполнять уже все-таки частные компании. Надо уходить в это. Мы видим, что у нас есть гиганты всякие, там, латтелекомы, аэробалтик, в которой государство опять датирует деньги жителей. Они не стремятся там что-либо заработать. Зарплаты у людей по миллиону в год. Ну, аэробалтик и до коронавируса был достаточно прибыльный компания, насколько я понимаю. Ну, кроме последнего года до этого... Нет, вы знаете, вообще авиаперевозки – это очень тяжелый бизнес. Вот возвращаясь все-таки к жилому фонду, вот вы упомянули, это очень важная тема. Мы знаем, что какие-то аудиты недавно прошли. Нет такой опасности, что вот если определенные силы придут к власти после 29 августа, то все-таки вот этот слух о возможной приватизации тех или иных муниципальных предприятий, они окажутся вот не слухами. Подтвердятся и действительно начнут все отдавать. Вы знаете, уже давно по городу есть определенные компании, которые скупили уже все другие, ну, практически все абсолютно кошки у нас компании, ну, компании по обслуживанию жилого фонда. Да. И никто не скрывает, что у них есть интерес, конечно... Самой крупной компании. Да, самой крупной компании в Прибалтике – Ригаснамо Парвелнекс. И что сейчас видно, что происходит при временной администрации, компанию потихоньку опускают на дно. То есть... То есть, умышленно, да? Как я вижу, да. То есть, соответственно, когда разговариваешь с сотрудниками, говорят, все работы остановились. Опять-таки, создается информационное поле, что сейчас Ригаснамо Парвелнекс очень плохой. Массово люди говорят, здесь ремонт сделан некачественно, здесь я звоню, не сделаю. Создается общественное мнение, предпосылка к тому, что люди скажут, да, давно была пора его продать, этот Ригаснамо Парвелнекс. Но Ригаснамо Парвелнекс несет в себе все-таки и очень сильную социальную функцию. Об этом многие забывают, да? Да. Потому что он является таким... Его за многие годы политики сделали буфером. Например, Ригаснамо Парвелнекс поставляет воду. Но Ригаснамо Парвелнекс собирает эту воду и в 100% объеме должны Ригаснамо заплатить. То есть, Ригаснамо не касается никакие проблемы с дебиторами, с изысканием. Что на себя берет Ригаснамо? То же самое с Ригаснамом. Ригаснамо Парвелнекс тоже выставляет счет. Ригаснамо Парвелнекс должен воплатить. И без разницы, собрал он эти деньги с рижан? Не собрал. Рижская дума, не ошибаюсь, в районе 800 тысяч должна тоже Ригаснамо Парвелнекс за обхозяйствование муниципального жилья. То есть, даже риска. И этой компании крайне тяжело оказывать какие-либо качественные услуги, когда у компании жители должны в районе 50 миллионов за должности. Плюс все остальные компании самоуправления на нем паразитируют. То есть, они не испытывают никакого дискомфорта. А всегда можно показать, вот есть эта компания, пусть ее жители пинают ногами, а мы ни при чем не надо. Давайте прием звонки, одевать, пожалуйста, наушники. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я недосказал. Вы также не ответили на мой вопрос. Давайте за соседание. То, что они обломают зубы, когда при крушении вот этого здания, там строилось на века. Вы знаете, я видел кочегарку, которая там где-то близко была. Там ломали, плюнули, с японской техники уехали. Вот я хочу посмотреть, как они будут ломать это здание. Это, пусть это они. Простите, у вас есть вопрос нашему гостю? На соседание, на соседание. Соседание. Что с этим, не хочу матом ругаться. Не ругайтесь. Что будем с этой помойной ямой на Крашенбара наделать? Это еще вопрос. И знаете, что я с Балдерисом, Хелмтом, его знал очень хорошо, он был легенда, но он продал каким-то финнам, бандитосам или каким-то. Вот они сделали этот свалку или там сральник или как назвать, может, любыми словами, в центре города. Что там будет происходить? И альтернатива идет, Мирский Александр. Спасибо большое. Про Мирского мы поговорили уже немножко. Похоже подключился наш радиослушатель. По поводу вообще Крашенбара, может быть, вообще развитие Риги. Может быть, вопрос шире поставлю. Что для вас будет приоритета вообще? Знаете, надо привести как раз таки в порядок инфраструктуру. Потому что все одно за собой, а не другое. Когда у нас 1200 километров дорог, а 400 из них и серии покрыты щебнем, то это тянет за собой, что качество воздуха в городе не на высшем уровне. То есть в городе пыль. Все это влияет на здоровье людей. То есть здесь одно цепляется за другое. Самое главное, конечно, это все-таки инфраструктуру. Привести в порядок и сохранив при этом все социальные гарантии для населения. Потому что после коронавируса у многих людей будут трудности. И если будет еще вторая волна, то тогда, наверное, будет вообще тяжело. Мое мнение, что на фоне этого и выборы в Швейскую Думу могли оттянуть и сделать уже тогда, в принципе, с очередными выборами со всеми. Но правящие партии спешат провести их летом, чтобы у них еще остался рейтинг. Потому что после второй волны коронавируса будет еще и волна экономического кризиса, когда все жители увидят, как наше правительство с этим справляется. Во-первых, у меня тогда вопрос. Вы бы предпочли, чтобы до следующих выборов временная администрация находилась в Рижской Думе. Знаете, что временная администрация, что люди, которые, правящие партии, которые придут, это, ну, как бы, замена шел на мыло, у них одинаковая политика. Это одно и то же. Одно и то же. У них абсолютно одинаковое видение того, что происходит. Тогда отсюда вытекает логичный вопрос. Если альтернатива не набирает 51%, ну, то есть, я имею в виду, 31 место в Рижской Думе, с кем вы готовы сотрудничать? Знаете, мы готовы сотрудничать, наверное, со всеми представителями, которые зайдут в Рижскую Думу, но при условии, при наших условиях некоторых, если мы нужны для того, чтобы соревновать правящую коалицию, то будет ряд условий. Ну, это ремонт дорог, повышение пособия по рождению ребенка. Вы только что сказали, что правящие партии, имеется в виду государственные правящие партии, что они хотят только одного, что это шило на мыло. Да, ну, смотрите, но если мы формируем коалицию, и без нас никак мы будем задавать, в принципе, свои условия, и тогда корректировать этот полет без нас, они не смогут принять ни одного решения. А с согласием? Я сказал, что, в принципе, со всеми партиями, которые пройдут. По-любому, главное, чтобы приняли ваши условия, которые вы назвали. Да. У нас одно из условий, когда мы в Рижской Думе, когда формировали коалицию было, мы хотим поднять пособие по рождению ребенка до 350 евро. Все это учлось, мы отстаивали и ни шагу назад, не только в этом вопросе, по и другим вопросам ни шагу назад не делали. В итоге эта сумма вложена в бюджет Рижской Думы, но Рижскую Думу распускают, приходит временная администрация, и о чем я говорил, что им не нужны люди. И они срезают обратно до 150 евро, то есть уже в бюджете заложено, все деньги на это есть, они просто вычеркивают эту позицию и выбирают. Да, вот еще один вопрос, вы уже упомянули по поводу Мирского, что вы будете решать. Принято ли уже решение по вашему кандидату в мэр, потому что любая партия, которая идет на выборы, все-таки у нас зачастую люди голосуют, ну, смотря на личности. Да. Кроме названий партии, мы же не будем отрицать, что личность играет огромную роль. Вот есть ли у вас кандидаты уже, может вы уже определились в партии? Я думаю, что официально, мы об этом заявим через какое-то время, ну, конечно, есть. А неофициально? Мы подождем, да? Да, а неофициально, это после эфира. Договорились, тогда звонок еще один. Пока есть эфир, мы примем звонки, 6212-939, телефон прямого эфира. Доброе утро, слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро. Да. У меня такой вопрос не связан ни с финами, ни с нас, с машинами, а конкретно насчет нашего города, я хотел бы спросить. Вот в нашем районе такая огромная проблема есть. Вечером приезжаешь с работы, ну, невозможно машину поставить, ну, невозможно. Прямо, прям все дворы полные. А какой у вас район, простите? У нас район Илгутсен. Илгутсен. Ну, я знаю, что во многих районах так, и к друзьям приезжают другой. Именно я говорю сейчас про наш город, про Ригу. Это проблема. Внутриквартальные вот эти вот дороги, они настолько узкие, настолько маленькие, то есть, ну, прям совсем не встать никуда, ничего. Ну, как вот это вот, ну, вот это, я считаю, проблема большая. Ну, как бы не основная, это не зарплата, там, медиков и учителей, да, но, естественно, большая проблема, потому что дети бегают во дворе, они выбегают через эти машины, то есть, ну, это очень опасная ситуация. Спасибо. Спасибо большое. Ну, это вот относится к инфраструктуре, которые мы говорили, да. Приезжают практически вообще дворы, машины припаркованы с левой стороны, с правой стороны, и даже специальным службам не подъехать. Ну, то есть, это... Да, и, ну, также опять зеленая зона укатывается машинами, из-за этого опять пыль, грязь. Здесь есть четкое понимание, как эту проблему можно решить. Вообще проблема с парковками, она актуальна везде. То есть, если в микрорайоне жители не могут поставить машину возле своего дома, то в центре неподъемно высокая плата за эту парковку, когда они туда приезжают. И в год собирается, инкассируется за парковки в центре города в районе 10 миллионов. Ну, ладно, давайте от этой суммы отнимем... Ну, потому что Рига Сатексма, да? Рига Сатексма, да. 10 миллионов она собирает как раз-таки жителей микрорайонов, потому что жители микрорайонов приезжают в центр, оставляют это деньги, эти 10... Идут по делам, естественно, все куда им надо. Да, 10 миллионов Рига Сатексма собирает, и за счет их просто в балансе уменьшает свои зауды, потери, потери. Да, давайте эти деньги, ну, 10 миллионов, например, собирают, ну, на весь, грубо говоря, на весь обслуживающий персонал они там потратили за год 5. Это очень грубо, там завышено. Давайте 5 в год будем выделять на микрорайоны на решение этой проблемы. За 5 миллионов в год... Но ведь вместо нового не появится? Я еще хотел, когда вы про другие говорили, хотел спросить. Смотрите, кто запрещает выкупить землю, даже участника, если она нужна, кто запрещает построить многоэтажную где-то парковку. Если у нас есть деньги, 100 миллионов потратить на эстраду в Межопарке, то за 100 миллионов можно перепланировать и заново переделать там половину микрорайонов. То есть, не просто заехать и положить новый асфальт, а уже перепроектировать. Как должен выглядеть этот двор? Может быть, проезд от машины, чтобы был подальше от подъезда, чтобы с подъезда люди выходили, могли пройти с коляской, еще с чем-то вдоль зеленой зоны, а машины могут где-то находиться. То есть, абсолютно можно все это изменить, было бы желание. Да, мы когда говорили про инфраструктуру и говорили по дороге, что их нужно все чинить, у меня тогда еще появился вопрос. Понятно, что дороги нужно ремонтировать, но если их начать так массово ремонтировать, то пробки, не проехать и так далее. Вот в этом-то и проблема, что все-таки все надо делать своевременно. Когда все запущено, тогда... Ну, чтобы дойти, столько денег не будет, чтобы на самом деле перекрыть весь город и начинать его перерывать. Потому что надо же менять не только асфальт, если сделать все по-грамотному, надо менять там и канализацию. А у нас в Риге около полторы тысячи труб, там 1400 километров ливневки. С ливневкой надо тоже разбираться, потому что она не была рассчитана под такие климатические условия. Если у нас будут такие дожди, время от времени проливать, то мы постоянно будем тонуть. А это будут размытые дороги, подмытые фундаменты у домов. То есть тут проблема серьезная. Если делать все, то надо делать это качественно, чтобы не было постоянных заплаток на дорогах. Только дорогу сделали, через какое-то время смотришь, ее разрывают. Мало того, разрывают, потом это место заплатки еще и укладывают некачественно. То проседает неровная дорога, то они швы битумом правильно не промажут, то еще что-то. Поэтому дороги такие, какие они есть. Еще хотел про Рига Сатексом спросить, раз уж мы действительно заговорили, про рижский общественный транспорт. Тоже это в одном из текстов, которые я видел от вашей партии. Честно говоря, я сейчас уже не вспомню, это были вы или господин Росликов. Но в любом случае, там смысл был такой, что не может в Риге так дорого стоить транспорт. Особенно если сравнивать соседей, Миталин, Вильнюс. При этом Рига Сатексом уже работает в убыток. Если уменьшить еще и цену на билеты, там, скажем, как предлагают рижанам бесплатно, например, и так далее, то такое чувство, что убытки будут только увеличиваться. Знаете, это предприятие, в котором надо много чего оптимизировать, и появятся совершенно другие цифры. То есть, ну и серии, когда 20 с чем-то миллионов просто чисто выгребается на Рига Сатекс, на систему, которая давно запущена, работает 10 раз, себя окупила. И в наше время технологии позволяют всю эту систему сделать в разы дешевле и удобнее. То есть, можно платить за проезд с телефона, там, с кредитной карточки прикладывая. Все это можно отслеживать, и это не стоит абсолютно таких денег. То есть, это просто вся эта система обведена еще до 2009 года, и так до сих пор продолжается, просто потому что это кому-то выгодные серии. Там, господином Брандовсу, который, находясь под уголовными преследованиями, выигрывает в государстве конкурс на 70 миллионов. Вот просто я говорю, где самая большая проблема, когда определенная группа лиц осваивает огромное количество налогов наших жителей. У нас эфир потихоньку подходит к концу. Я, наверное, уже ближе к концу задам вопрос, который, я уверен, вам задавали очень часто. Но хотелось бы, чтобы в нашем деле прозвучал тоже ответ. Вы находитесь в Рижской думе как минимум с 2009 года, если я не ошибаюсь. То есть, вот 10 лет вы, причем не обыкдя, а в правящей партии, в согласии. С вашей точки зрения, почему, вот вы говорите, что очень многие проблемы мы затронули, которые не решались вот десятилетия, собственно, и не решались, и Рига с адвоксами, и дороги, и инфраструктуры, находясь с точки зрения вот изнутри не просто в думе, а в правящей партии. Почему? Вы знаете, не достучаться. Наверное, в итоге причина то, что мы оттуда вышли и решили идти собственным путем, потому что мы видим по-другому немного, как должна происходить политика, как надо управлять городом. В партии настолько жесткая дисциплина, что когда 38 депутатов, ты один или два депутата против, тебя просто, как были до этого примера, тебя оттуда выкинут сразу и все, и никто тебя не будет слушать. Соответственно, это время, я стал депутатом в 24 года. С того времени я многому чего научился, я полностью понял, как работает самоуправление, я в этом детально разобрался, у меня есть теперь собственное мнение, и я вижу, какой подход нужно использовать, чтобы это все улучшить, и когда тебе не дают это сделать, то понятно, почему я должен жать на кнопки так, как мне говорят, когда у меня есть другое мнение, что вот с этим я не согласен, и с этим я не согласен. И так я не хочу голосовать. А тебя пытаются сломать через колено и говорить, нет, вот будешь как все. Нет, я не хочу как все, потому что есть своя голова на плечах, у нас сильная команда, и мы в состоянии сами показать, что можно все делать совершенно по-другому, гораздо более качественнее и быстрее. В вашей команде имеют ли право депутаты, если вы пройдете в Решевую Думу, могут ли депутаты голосовать не одинаково? Вот если у них отличное мнение, они не хотят, ну там, в партии вы решили, что... Конечно, у нас все на самом деле очень демократично, и в чем плюс нашей партии, что, ну вот вы как раз так говорили, нужна определенная личность на выборы, один за личность голосовать. А у нас в списке почти каждая личность. У нас адвокаты, молодые бизнесмены, спортсмены, то есть люди, которые в своей теме являются лидерами мнения. И со всеми этими людьми всегда надо, я не могу прийти и сказать, вот ты будешь делать это, ты будешь это делать. Мы со всеми садимся, разговариваем, обсуждаем все эти вопросы, находим компромиссы, так вот вместе и существуем. То есть у нас партия вообще лидеров, скажем так, потому что Яков на все смотрел. Один в поле не воин. Для того, чтобы что-то успешно происходило, нужна команда. И почему я стал именно представителем партии? Потому что у меня есть способность объединять людей, видеть их сильные и слабые стороны, и минимизировать слабые стороны, и как можно лучше раскрывать сильные стороны этих людей. Да, ну спасибо большое за еще поощрение интервью. На сегодня так вот от реера подошел к концу. Ну да.